Салам, родные мои. Добро пожаловать ко мне на канал и добро пожаловать на новый видеоролик. И да, я согласен, видеоролики стали выходить намного реже, но это связано с тем, что у меня все-таки есть работа и мне нужно порой работать, а не только снимать видеоролики. Но не об этом сейчас, постараюсь исправиться и выпускать намного чаще. И как раз таки, как извинение, я хочу вам выкатить видеоролик, в котором расскажу о спойлерах, которые уже по сути, наверное, всем известны, но кому-то, наверное, и нет. А спойлеры эти связаны с обновлением, которое выйдет в конце этого месяца, а сегодня на минуточку июнь. Первый месяц лета, поэтому поздравляю вас с этим. Ну а я еще напоминаю о том, что игра я на 17 сервере, Аризона РП, Шоу Лоу, мой промокод хэштег Фавел Кошел и ник игрока пригласившего вас на проект, Лил Хеннесси. А мне-то как жаль. Правда в том, что после стольких лет начинаешь терять не только аппетит. Когда так долго носишь маску, то забываешь, кто ты под ней. Ну что, друзья, первое, что добавят на Аризону, это новая работа пилота. Да, ее скорее всего обновят, обновят интерьер, добавят новые кастомные самолеты, которые можно будет выбивать, как это было в автобусах и дальнобойщиках, и скорее всего будет полностью изменен заработок и система опыта. Для кого-то это может показаться плюсом, а для кого-то минусом. Ведь многие игроки потратили очень много времени на то, чтобы добиться максимального опыта и в час рубить очень много миллионов. Но, к сожалению или к счастью, работа будет обновлена, и мне кажется, она станет только лишь интересней. Но вот вопрос по тому, насколько красиво выглядят эти модельки, которые я вам показал, ну, мне кажется, спорное явление, им можно было сделать что-нибудь поинтереснее. Но, как говорится, радуемся тому, что есть. Второе, это кастомные фуры, их также добавят на Аризон РП, и теперь их будет намного больше. И еще, мне кажется, что некоторые фуры будут использоваться далеко не для работы дальнобойщика, а скорее всего, либо новая работа, либо обновленные перевозчики продуктов. В этом плане я очень рад, что это наконец-таки будет на Аризоне, что наконец-таки взялись за эту работу еще раз, потому что она уже начинает умирать, и явно разработчики хотят из этой работы сделать максимальный профит, потому что, ну, мне кажется, они могли бы на нее забить. Но, раз они ее делают, значит, от нее есть толк, скорее всего, цены на машины поднимутся, на кастомные, скорее всего, ларцы станут дороже, и мне кажется, что заработок на новых фурах будет, например, уже не в 2 раза больше, а в 3, а то и в 4, для того, чтобы была ценность этих автомобилей. Третье, это зарядные станции, наконец-таки добавят для таких автомобилей, как Тесла и тому подобные электрокары, зарядную станцию, которая будет располагаться, скорее всего, в каждом городе одна или две штучки. В принципе, думаю, что это будет полноценный бизнес, и им будут активно пользоваться, потому что порой на серверах можно встретить электрокары, которые нужно заряжать, а то как-то это слишком бредово, когда ты заправляешь электрокар бензином. Четвертое, это новый бизнес, который добавят на Аризон РП, это точно, это центр обмена имуществом, и тут многие, конечно, сперва не поняли, что это такое, потому что многим показалось, что можно будет обмениваться аксессуарами и тому подобными вещами, но мне кажется, что имущество имеется в виду бизнеса и дома. Сделано это, скорее всего, для того, чтобы меньше было развода и жалоб на это все дело. Как по мне, сделать полноценную систему для того, чтобы обойти вот эти все жалобы на развод, и для того, чтобы разводил стало меньше, это очень круто, потому что это целый бизнес, а не просто система. Это новый заработок, и, возможно, даже что-нибудь интересное там будет реализовано. Пятое, это аренда шмоток, и тут я вообще не понимаю, что это такое, потому что если Аризона сделает возможность оставлять скины в аренду другим игрокам и за это получать деньги, с одной стороны, это прикольно, но с другой стороны, скины вообще не ценятся на Аризон РП, и в принципе, большинство из них стоит миллион или полтора миллиона, которые можно заработать просто буквально за первые несколько часов игры на проекте. Поэтому посмотрим, что это будет за бизнес, интересен он или нет, потому что сейчас только лишь загадки, загадки и еще раз загадки, ни одного ответа на это все дела нету. Шестой пункт, это новые указатели дорог. Их полностью переделают, и теперь будет полноценная информация на них для, скорее всего, таксистов и новичков, которые не знают, куда двигаться. И теперь вы будете сразу видеть, куда поворот и зачем. Седьмое, это интерьер мэрии, который будет изменен, скорее всего, вместе с системой мэрии, потому что мне кажется, что данная фракция точно нуждается в обновлении, ибо я на шо-лоу очень редко вижу работников мэрии, что, скорее всего, говорит о том, что фракция, скорее всего, очень сильно умерла уже за все это время, и никому не интересно, как и большинство остальных фракций. Ну и восьмое, это новые скины. Добавят новые скины на Аризоне, это типично, это стандартно, многим они не нравятся. Я, наверное, в числе тех, кому они не нравятся, и я не понимаю, порой для чего их добавляют, потому что стоят они сущие копейки, и они никак не повышают, например, цену на лен, хлопок и так далее, которые нужны для изготовления этих скинов. По сути, это никому не нужная система, никому не нужны скины, и можно было бы как-нибудь что-нибудь поинтереснее сделать. Например, полноценную систему, где можно покупать штаны, майку, там, шляпу, хотя шляпу и так можно как аксессуар, но хотя бы майку, штаны там, и менять как-то своего персонажа. По поводу квестов я ничего не могу сказать, потому что, скорее всего, возможно, они будут, но, опять же, точной информации нету, да и, в принципе, праздника особо никакого нету для того, чтобы их добавлять. Ларцы, мне кажется, скорее всего, точно будут новые, либо обновлен лут в старых ларцах для того, чтобы поднять их ценность, ибо слишком сильно проседает экономика на большинстве серверах, потому что цены на все эти вещи падают, а игроки хотят зарабатывать. Что-то идет не так, и поэтому как-то будет Аризона, скорее всего, выкручиваться добавлением новых ларцов или изменением лутов старых. Но, в принципе, это все. Видеоролик небольшой, но очень даже познавательный. Ну и, в принципе, это все. Целых 8 пунктов я для вас нашел, еще несколько под вопросом, поэтому, друзья мои, лайк за старание, и, конечно же, напишите, что бы вы хотели видеть на Аризоне РП. А я с вами прощаюсь, всем удачи и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok